Девушки отдыхают Тогда многие странники пытались найти туда дорогу, и те, кто осмеливался проникать вглубь сибирской земли, исчезали там навсегда. Но шло время, и удержать человека от познания не смогла даже сама смелость. Со временем тайка расступилась, и перед глазами первопроходцев предстала удивительная загадка, полная загадок и опасность. С тех пор прошло немало времени, но даже сейчас Сибирь по-прежнему остается хранительницей многих тайн и загадок. Сегодня на небезлюдных просторах еще есть места, где неопытный человек может сбиться с пути и сгинуть там навсегда. Одно из таких диких мест лежит в верховье великой сибирской реки Лена. Мы отправимся туда, чтобы там отыскать ее исток и узнать, что же такое настоящее сибирское предназначение. Прогулка в Сибирь Продолжение следует... Сибирь. Таёжное село Бирюлька. Это последняя деревня на реке Лена, где постоянно живут люди. Дальше вверх по реке лежат безлюдные места и дикая тайга. Именно отсюда мы решили начать своё путешествие к истоку Лены. Но без опытного проводника туда нам дорогу не найти. Наши друзья в Иркутске рекомендовали нам местного охотника, который живёт в Бирюльке, и теперь нам предстояло разыскать его. Где Кена живёт? Ну, вот по нашей улице пойдёте, да? И в конце самого последнего днём. Геннадий всю свою жизнь прожил в этих местах и пешком исходил окрестную тайгу. Сегодня он работает инспектором в Байкало-Ленском заповеднике. Геннадий – один из немногих охотников, кто хорошо знает те глухие места, и лучшего проводника нам не найти. Здравствуйте. Меня зовут Василий. Геннадий. Это Рихар. Аж ваш адрес нам дали в Иркутске. Мы ищем проводника в тайгу. Вы бы могли с нами пойти? Да. Пойдёмте, обсудим. Геннадий согласился проводить нас к истоку Лены, но лёгкого пути туда не обещал. Чтобы добраться до верховья Лены, нам предстоит преодолеть более 300 километров по абсолютно дикой тайге. А это непростое занятие. Тем более, что мы здесь новички. Иркало-Ленском заповеднике. Новостями спорта в студии Анна Чернавкина. Здравствуйте. Продвижение слухоэнтного договора с Вадмиром Лавом. Приоритетные на сегодняшний селекционные... Летом, если есть такая возможность, в тайге проще передвигаться по реке. И для этого местное население использует лодки сигарообразной формы. Такая конструкция лодки позволяет проходить велководные участки на реке и брать с собой много груза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выше Бирюльки Лена углубляется в горы, и ее течение становится быстрым. На реке появляются мели и перекаты, поэтому велика опасность налететь на камень или затонувшее дерево. И Надя же уверенно вел нашу лодку, разменивая поворот за поворотом, и повода волноваться нам не было. Собираясь все выше по реке, мы погружались в неведомый мир тайги. Ее таинственный наряд манил к себе, и нам очень хотелось ворваться в этот загадочный лес и заглянуть за его зеленую завесу. День пролетел незаметно, и к вечеру мы добрались до деревни Чанчур, где нас встречал Михалыч со своей внучкой, гостившим его на камень. Еще 30 лет назад эта деревня была живой, но со временем люди покинули эти места, переселившись поближе к цивилизации. Теперь люди сюда приезжают только на короткое время. Живя большую часть года в одиночку, Михалычу приходится самостоятельно заботиться о пропитании. В пяти километрах от Чанчура лежит граница Байкала-Ленского заповедника, поэтому на реке должен постоянно дежурить инспектор, обязанности которого и выполняет Михалыч. Миновав Чанчур, мы окунулись в заповедный мир тайги. Лес вплотную подступил к реке, и мы плыли словно в туннеле. Повсюду на поворотах реки громоздились завалы плавника. Здесь эти природные плотины называют ламами. Иногда они полностью перегораживают русло, и река исчезает под нагромождением стволов и веток. Самый большой завал на Лене существует уже десятки лет. Он даже получил свое имя Курумлинский лом. Каждую весну, когда уровень воды в реке падает, лесники с помощью пилы в завале расчищают узкий проход, чтобы могла протислиться лодка. Именно такие завалы являются излюбленными местами обитания выдры и норки. Норка Норка – не коренной вид этих мест. Сюда ее завезли более 30 лет назад для разведения. Сегодня ее популяция сильно увеличилась, и норка оккупировала всю реку, вытеснив с исконных мест обитания и кормежки соболя и выдру. Помимо этого норка вылавливает рыбу, которой в последнее время в верховьях Лены стало маловато. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В верхнем течении Лена делится на множество мелководных рукавов, и поэтому река становится труднопроходимой. Нам все чаще приходилось вручную проводить лодку через мели и многочисленные протоки. Продолжение следует... К концу третьего дня пути мы добрались до места, где должны оставить лодку и дальше отправиться пешком. Геннадий заранее договорился с хозяином лошадей о встрече, и теперь нам оставалось ждать его появления. Продолжение следует... Продолжение следует... В тайге лошади всегда были неоценимыми помощниками для человека. Раньше, когда не было вертолетов, для перевозки грузов экспедиции использовали лошадей или домашних оленей, которых разводили абориген. Сегодня фунгусы, так зовется местное население, уже не держат оленей и давно не бродят по просторам тайги. Поэтому теперь ючный транспорт арендовать стало не так-то и просто, а без него нам придется очень трудно. Вот почему мы так обрадовались появлению лошадей. Когда мы вошли в лес, деревья сомкнулись над нашими головами. Заслонив полностью окружающий мир. Тайга здесь никогда не вырубалась человеком и поэтому была практически непроходима. Куда идти? Только теперь, когда мы зашли в самую чащу леса, нам стало понятно, как можно легко заблудиться в тайге. Геннадий же с легкостью выискивал тропы животных и уверенно вел наш караван сквозь зеленый лабиринт. Словно в экваториальных джунглях, ему постоянно приходилось орудовать топором, ведь нам нужен широкий проход, чтобы могли пройти лошади с вьюками. Сыздовно в тайге охотники ориентировались по зарубкам на деревьях. Так поступал и наш проводник. Иногда Геннадий обновлял старые засечки и делал новые, ведь нам еще предстояло возвращаться обратно. Самыми коварными местами в тайге считаются заболоченные участки. Здесь неизвестно, где человека поджидает ловушка, и мы не ожидали, что поверхность подсохшей болотистой мари, которая держала нас крепко, окажется западной для лошади. Субтитры создавал DimaTorzok В тайге всегда можно приготовить еду, обсушиться и обогревать. Благо, везде полно дров. Главное перед уходом тщательно потушить костер, ведь пожар – это настоящее бедствие для тайги и ее обитателей. В здешних местах, где человек редок, главная причина лесных пожаров – это сухие грозы летом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хороший охотничий лайка – это самый надежный помощник и друг, без которого охотник никогда не уходит в лес. Собака всегда выследит зверя и первый почует опасность. Ведь внезапная встреча с медведем может плохо закончиться даже для опытного охотника. А медведей в здешних местах полно. Мы постоянно встречали их помет и метки, оставленные на деревьях. Таким образом медведи помечают границы своих владений. Их отработал и остатки выбросил. Вот, колодник ворочил, ходил, питался, кормился. Где-то вон недалеко. Будем следовать дальше. Возможно, встреча. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok За день по тайге путник проходит обычно 15-20 километров. Из такого расчета охотники и егеря на своих владениях строят небольшие избушки, которые здесь еще называют зимовьями. В избе, как правило, всегда есть печка, нары, посуда и небольшой запас еды, который обычно хранится в лабазе. Маленькой избушке поставленной на высокие столбы. Если продукты оставить в избе, то мыши съедят их. А вот медведь, учуя в запах еды, обязательно устроит беспорядок или разгромит зимовье. Субтитры создавал DimaTorzok Мы все глубже забирались в тайгу и не переставали удивляться новым открытиям. Оказывается, что даже в самых отдаленных и дремучих местах когда-то побывал человек. Иногда мы встречали аккуратно прислоненные к старым деревьям шесты от чумов, капканы, деревянные постройки. Здесь когда-то проходили кочевые пути ингусов, но сегодня они утеряли свой традиционный образ жизни и живут обособленно в деревнях, затерянных в тайге. Вот этот шифер. Постепенно мы все выше поднимались в горы. Тайга уходила на склоны, уступая место кустарнику, который заполнял все дно долины. Идти по нему было просто невыносимо. Ноги путались в корнях, а ветки, словно плети, больно охлестали по лицу. Нам казалось, что это самые неприятные участки в тайге для идущего человека. Но для лосей это самые излюбленные места кормежки. Мы часто находили их сброшенные рога и следы кормежки. Какие-то идущие. Дай я попробую. Нет, нет, нет. Дай я попробую. Дай я попробую. Вот остатки. Дверь за счастье вырвался со своего конкурента. Тут была все скорее битва по пособи. Вот. Слабый отступил все скорее. Они еще придут сюда, хотя соберут все остатки. Коски, да, вот. Коски такие мелкие. Коски, да, вот. Коски, да. Коски, да. Коски, да. Слабый отступил все monte. Да, конечно. Коски, да. Коски, да. Коски, да. Коски. Коски, да. дня пути мы добрались почти до самых верховьев Лены. Дальше из-за появившихся россыпей камней лошадям стало идти опасно, поэтому, дойдя до очередного зимовья, нам пришлось расстаться с лошадьми и дальше продолжили путь одни. Субтитры создавал DimaTorzok Мы поднялись выше леса и вступили в мир высокогорья. Лена текла небольшим ручьем, который можно без труда переступить в любом месте. Мы понимали, что исток уже где-то рядом и с волнением ожидали встречи. Преодолев последний подъем, мы вышли к небольшому горному озеру, из которого рождалась река. Неужели мы достигли своей цели и стоим у самого начала Великой Сибирской реки Лены? Неужели такой маленький ручеек превратится в могучую сибирскую реку, которая через 4000 километров создаст самую большую дельту в Арктике? Эмоции переполняли нас, и мы решили взобраться на соседнюю вершину, чтобы получше разглядеть окрестности. Вид, который открылся с горы, заворожил нас, и мы еще долго сидели и ждали, когда солнце коснется горизонта. Наверное, ради таких минут все-таки стоило забраться в такую глушь, чтобы вдохнуть полной грудью пьянящий воздух необъятной Сибири и испить воды из истока Великой Сибирской реки Лены. Мы прощались. с Геннадием. За нами он вернется, когда в эти края постучится настоящая сибирская зима. Оставаясь одни, мы надеялись встретиться с хозяином тайги и взглянуть на его осенние проделки. Но где нам его искать? И когда он появится здесь, этого знать мы не могли. Поэтому нам еще предстояло исследовать эту прекрасную долину и тщательно подготовиться к встрече. Кто знает, чем она для нас может закончиться. Ведь встреча с медведем непредсказуема. Тем более, что у нас не было ружья. Каждое утро мы оставляли свое уютное жилище и отправлялись в тайгу на поиски медведей. Осенью они приходят в эту долину, чтобы поживиться с запасами кедровых орехов, которые устраивают на зиму в своих норах бурундуки. Мы словно в сказке бродили под кронами фантастического леса, который состоял целиком из многовековых кедров, похожих на старинные канделябры. Многим из них более 600 лет. Кедр Кедр – это единственное орехоплодное дерево сибирской тайги. Его вкусные и питательные орешки являются основным кормом для всей лесной фауны. Природа так устроила, что семена кедра, в отличие от семян сосны, лиственницы или ели, порхать по ветру не могут. Поэтому, чтобы расселяться, кедру нужен помощник, и он у него есть. Это небольшая птица-кедровка, или, как еще ее называют, ореховка. Делая запасы впрок, кедровка разносит семена кедра по тайге и прячет небольшими порциями. Каждая кедровка ежегодно делает по 30 тысяч своих личных кладовых, в которых обычно хранится около 20 орешков. Но это не значит, что все припрятанные орехи птицы найдут на своем месте целыми и невредимыми. Часть забытых семян прорастут весною, а некоторые кладовые будут разграблены бурундуками. Бурундуки, которые живут в кольцовом поясе гор, успешно пользуются услугами кедровок. Они искусно отыскивают кладовые кедровок и опустошают их начисто. Бурундуки, которые живут в кольцовом поясе гор, успешно пользуются услугами кедровок. Бурундукам же, живущим в лесу, постоянно приходится обходить свою территорию, в поисках шишек, которые роняют кедровки, и самим их шелушить. Многие лежащие на земле шишки, как правило, пусты. Птицы оставляют внутри шишек только плохие орехи. Для нас так и осталось тайной, как кедровки отличают плохие орехи от хороших, не вынимая их из шишки. Если на земле мало шишек, бурундуки с легкостью взбираются на дерево и там собирают орехи. Эти полосатые проказники настолько легки и проворны, что без труда могут достичь самих верхушек веток, где растут шишки. Обычно свои кладовые бурундуки устраивают под корнями старых кедров, в которых может находиться до трех килограммов орехов. Вот почему медведи, невзирая на трудности земляных работ, так усердно ищут запасы бурундуков. Бурундуки подвижны и очень шустрые зверьки. Об их полосках на спине у народа в Сибири есть прекрасная легенда. Когда-то бурундук поспорил с медведем, кто из них быстрее и проворнее. При разрешении спора медведь только успел лапой задеть бурундука, оставив на его спине следы своих когтей. Тогда бурундук убежал и выиграл спор, но медведь после того случая пытается откопать бурундука и вновь поспорить с ним. С каждым днем мы убеждались в том, что подстеречь медведя на просторах тайги – очень сложная задача. Здесь безумные просторы, и угадать, где появится медведь, невозможно. От отчаяния мы решили прибегнуть к старому способу, который применяют охотники, и устроили приваду. Для этого нам пришлось собрать немного кедровых шишек и вместе с тушенкой, сгущенным молоком и пищевыми отходами закопать недалеко от норы бурундука. Мы надеялись, что весь этот винегрет своим запахом все-таки привлечет медведя. Продолжение следует... На дворе наступил сентябрь. После морозных ночей лес преобразился и надел сказочные наряды. Лишь только кедры остались стоять в своем прежнем одеянии. Субтитры создавал DimaTorzok Осенняя красота тайги мимолетна. Мы проснулись в новом мерцающем мире. Внезапно выпавший снег нас обрадовал, ведь если медведь где-то и ходит, мы сразу сможем обнаружить его по следам. Наблюдение за привадой мы прекратили и начали вновь бороздить тайгу по свежему снегу. Бродя по заснеженному лесу, за весь день мы не встретили ни единого следа. Обычно первый снег пугает животных, и они предпочитают отсиживаться. Только спустя два дня на снегу появились редкие следы соболя и косули. А вот следов медведя не было. «Быть может, он уже не придет?» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Через неделю новый снегопад вновь обрушился на горы. Снега становилось все больше и больше, и мы стали опасаться, сможем ли вообще выбраться отсюда. В надежде встретить медведя, мы продолжали короткие вылазки в лес. Глубокий снег мешал нам забираться далеко в тайгу, и после очередного безуспешного дня, возвращаясь в зимовье, мы наткнулись на свежие следы медведя. Недолго думая, мы решаем выстрелить. Смотри, всего лишь навсего 200 метров от нашего домика. Смотри, осторожно. Я его вижу. Он копает нору бурундука. Все равно на заднем плане стоит, нас заметил. Приготовь, поцелуй смирно. Если бросится, сразу кидать надо. Ай, черт, побежал, побежал, убежал, все. Испугали мы его риха. Встреча в тайге с медведем – это редкая случайность. Лес, его дом, а мы всего лишь гости. Быть может, мы слишком мало прожили здесь, чтобы понять ритм этого фантастического мира. Но очевидно одно, что здесь, в истоках Великой Сибирской реки Лена, еще существует дикий уголок природы, который, как и тысячу лет назад, живет по своим законам, неподвластным нашим желаниям. Геннадий пришел за нами вовремя. Иначе быть не могло. Расставаясь со сказочной долиной, мы были благодарны судьбе за то, что нам удалось побывать здесь и хотя бы на время стать частицей этого затерянного мира. Мы полюбили тебя и смогли почувствовать, как суров этот мир и отоплемен. Какое будущее ждет этот дивный уголок цивилизм. Ведь в тех местах, где есть человек, не трогайся на улице, возимучит от времени. Но пока здесь существует заповедение, мы можем быть уверены в том, что в следующем году вновь будет новый урожай кедровых шишек, и медведи обязательно придут на исток Вена, чтобы отыскать голубых лов и посостязаться с ними в пропорности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok